Привет, новые урингойцы! С вами я, Анна Попова и команда Сигмы. У нас для вас снова самые яркие факты и актуальные события. И мы начинаем! В Солнечном на месте бывшего супермаркета Анкор будет новый продуктовый магазин. Как рассказал нам представитель торгово-развлекательного центра, точных сроков открытия пока нет. Оказались не готовы комментировать и вопрос, кто именно из российских ритейлеров зайдет на эти площади. Информацию смогут предоставить лишь после финального подписания договора. А пока это коммерческая тайна. Но у урингойцев новость откровенно порадовала. А какую именно сеть они хотели бы видеть на пустующих пока площадях, читайте на НУР-24. Мы все не только ходим за покупками. Хочется нам этого или нет, но всем периодически нужна помощь врача. Насколько больной вопрос с медициной в округе на себе почувствовал губернатор. Эта история в новостях короткой строкой. Лучший способ узнать ситуацию с лечением изнутри знает наш губернатор. В Губкинском Дмитрий Артюхов попытался записаться к кардиологу, но ему сказали, что пока такой возможности нет. На встрече с жителями этого города глава региона поделился планами, как исправить положение дел. Так, с этого года в дополнение к штатной численности врачей на Ямале увеличат количество узких специалистов. Один из способов привлечь докторов – выделение жилья и строительство новых клиник. Например, в Новом Уренгое будет создан онкологический центр с отделением радиологии. До 2 сентября в Роспотребнадзоре работает горячая линия по качеству и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. Специалисты готовы рассказать, на что обратить внимание при покупке ученической формы и другой детской одежды, канцелярских товаров, обуви, игрушек. При необходимости дадут консультацию о том, как правильно подавать претензию продавцам или изготовителям и о судебной защите прав потребителей. Телефон горячей линии в нашем городе у вас на экране. На Ямале для детей-инвалидов начнёт действовать новая мера поддержки. Со следующего года на реабилитацию ребёнка до 7 лет будет выделяться 500 тысяч рублей. Воспользоваться деньгами можно будет и на территории России, и за её пределами. В течение пяти лет с момента обращения. Родители решат, на что и в какой клинике лучше потратить эти средства. Всего на такие сертификаты округ заложил 250 миллионов рублей. Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Этим летом учёные, участники экспедиции Ямал-Арктика, пересчитали диких северных оленей. В нашем округе обитает две популяции этих животных. Они занесены в Красную книгу Янау, потому что находятся под угрозой исчезновения. Фактически дикий олень сохранился только на особо охраняемых территориях, говорят исследователи. По результатам большой работы будут составлены рекомендации по сохранению вида. Наталья Риховских, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Качество коммунальных услуг в Новом Уренгое – это вопрос больной. Люди жалуются в подъездах неуютно и грязно, а порой даже опасно. Сотрудники управляющих компаний тоже жалуются на жильцов. И каждый по-своему прав. Одна из таких претензий стала поводом для вмешательства администрации города. И для нашего сюжета. Чтобы увидели УЖС, администрация, СМИ, чтобы были какие-то у нас действия предприняты, сделали нам ремонт. Инстаграм на защите интересов жителей Нового Уренгоя. Елена Петренко использовала современные технологии для привлечения внимания. После фотосессии в подъезде на нее тут же вышли представители администрации и управляющие компании. И объяснили причину состояния подъезда. Зашла в подъезд первая, что это был запах. Я не знаю, что там умерло в этом подвале или что. Просто невыносимый запах. И подъезд в ужасном состоянии. То, что у нас здесь плесень. Вот эти вот, посмотрите, вот грибы какие-то тут. Это все исписанное. Я здесь проживаю 17 лет. И вот насколько я помню, один раз у нас был ремонт. Ну, опять же, ремонт такой, косметический. А каждый месяц по 3,5 тысячи мы платим за содержание и ремонт. Все зависит от задолженности. То есть население не платит. И для того, чтобы собрать сумму, для того, чтобы провести ремонт, нужно время. Вопрос в оплате. Там задолженности по этому дому существуют. Там порядка полумиллиона рублей. Для ремонта подъезда в доме 9.1 микрорайона Советский необходимо около 600 тысяч рублей. Как говорят коммунальщики, долги жителей по квартплате – это основной тормоз для проведения работ. Необходимо, во-первых, активизировать работу по взысканию этой задолженности, что мы делаем в настоящий момент. Ну, отключаем, ограничиваем коммунальные ресурсы в соответствии с правилами. Тоже влияет. Но работа ведется. В Уренгой жил сервис и уточнили. Ремонт в этом подъезде уже давно запланирован на 4-й квартал этого года. Появление фотографий и комментариев в Инстаграм здесь ни при чем. Более того, в управляющей компании заявили, что в ходе ремонта за свой счет заменят почтовые ящики, которые давно устарели. Андрей Романов, Владимир Гаензе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. И еще про ремонт. По всем правилам, если это перепланировка в доме, то бизнес обязан ее согласовывать. С этого месяца все предприниматели, владельцы помещений в жилых домах, при капитальных переделках обязаны заручиться согласием администрации. А если работы затрагивают общедомовое имущество, то тут уже придется договариваться с жильцами. Нововведения в законе призваны бороться с перепланировками, которые отравляли жизнь соседям и создавали угрозу обрушения зданий. И да, вот еще что. Теперь не пустить к себе в помещение жилищную инспекцию предприниматели не имеют права. Росстат рассказал, в каких регионах нашей страны у людей больше всего уходит денег на еду. Первые – Ингушетия и Дагестан. Почти 60,54% денег там тратят на то, чтобы наполнить холодильник. Москвичи расходуют на еду меньше 25% расходов. Почти столько же оставляют в магазинах в Татарстане и соседней с нами Югре. Ну а в среднем по России на еду у россиян уходит примерно 30% расходов. Разницу в цифрах специалисты объясняют низкими зарплатами, количеством детей в семье и ценами на продукты. А дальше снова про цены. На арбузы. Конец августа именно в это время они самые вкусные и зрелые. Сколько же заплатят жители разных городов страны за натуральный, сочный и сладкий десерт? Если сильно захотеть, можно в космос полететь. А в нашем случае купить арбуз всего за 5 рублей за килограмм. Но в каком количестве? Это оптовая цена за несколько тонн. Столько точно не под силу будет съесть обычной семье за целое лето. В среднем цена за килограмм в газовой столице 19 рублей. К слову, в столице соседней Югры цена такая же. Еще в двух столицах, культурной и белокаменной, цена арбуза около 14 рублей за кило. А вот областная столица предлагает тот же товар на 1 рубль дороже, то есть в среднем за 15 рублей. В столице Урфо, Екатеринбурге цена такая же. Дешевле всего арбузы там, где они растут, в южных регионах. Так, в Краснодаре килограмм обойдется в 12 рублей, а в Сочи и вовсе около 11 рублей. На другом краю страны, в Петропавловске-Камчатском, гигантская ягода обойдется почти в 4 раза дороже, а именно 40 рублей за килограмм. Благовещенск удивил своим ценовым разбросом. За амурский арбуз в магазине можно оставить от 25 рублей, а вот за привезенные издалека, например, из Узбекистана, в магазине попросят от 45 рублей. Рассказала о ценах и побежала в магазин за арбузом Дарья Ушакова, телерадиокомпания «Сигма» для «Анур-24». Шел, шел и в лесу нашел. Мы провели опрос на «Анур-24», чтобы узнать, какие грибы чаще остальных попадаются на пути новоуренгойцев, которые отправились на тихую охоту. В первую очередь это белые грибы, так ответили 35% опрошенных. Следом идут подберезовики. Точнее, они не идут, а встречаются в лесу жителям газовой столицы. За подосиновики проголосовали 16%, а за маслят 11%. По 5% пришлось на опята, грузди и сморчки. Нас эта статистика удивила. Так, опята и сморчки растут в более южных лесах. В новоуренгойских окрестностях они не встречаются. Впрочем, все становится на свои места, если предположить, что по грибы северяне ходят не только здесь, но и в отпуске. Собирать грибы с собакой или свиньей? Да-да, не смейтесь. И тех, и других животных натаскивают на трюфели. Но говорят, что хрюшка лучше чувствует добычу под землей, где и растут эти деликатесные и очень дорогие дары леса. Ну а у нас и грибы попроще. Охотники за ними без пятачка. Давайте скорее посмотрим, на что способен четырехлапый грибник. Ах ты моя умничка. Знакомьтесь, Карги, пёс, который помог своей хозяйке насобирать 15 килограммов белых грибов за это лето. Вот суслик. Это любимая поза. Это на кухне вечно стоять будет. А началось всё несколько лет назад, когда дворнягу Карги забрали из собачьего приюта. Наталья Соколова за ядлый грибник решила сделать из домашнего любимца помощника. Её нисколько не смутило, что охотничьих собак натаскивают на дичь. А это обычный пёс с улицы. Почему? Всё одинаково абсолютно. Запах же есть и у дищи, и у их-то и азарт такой же. Вознаграждение. Так за вяленое мясо, за куриное, он, знаете, многое умеет. Если вы подумали, что Карги приносят грибы в зубах, ошибаетесь. Принцип действия иной. Пёс ложится рядом с будущим трофеем хозяйки и подаёт голос. Так экономится время поиска. Никогда гриб белый не растёт один. Они семьями. И всё. И ты пошёл. Вот полосу нашёл. Или вправо он ушёл, допустим, знаете, как грибница. Или влево. Ну или сзади, или вперёд как бы. Ну нету. То есть вот они идут вот лентой такой вот. Среди охотничьих пород попадаются вредные, которые не приносят отку хозяину, а закапывают её. Карги в этом плане идеал. Несмотря на то, что на его счету не одна сотня найденных грибов, к своим трофеям он равнодушен. А вот когда грибовницу готовите, он выпрашивает? Нет, грибы он не ест. Принципиально? Не ест никакие. Вот мы тоже удивляемся. Есть такие собаки, что кушают грибы. Вот и любят их, и потребность есть. М-м. Морковку ест, огурцы ест. Грибы не ест. Сейчас хозяйка собаки грибника старается максимально использовать своего питомца в деле. Ведь время сбора грибов ограничено. Впрочем, Карги не сопротивляется. Каждая поездка в тундру для него счастье. Андрей Романов, Владимир Гайнза, телерадио компания «Сигма» для НУР24. Нашего губернатора сделали героем ролика пародии на «Форсаж». В соцсетях набирают популярность видео, смонтированное неизвестным автором. В главной роли 30-секундного клипа Дмитрий Артюхов за рулем автомобиля «Лада Икс Рей». На нем он в начале прошлой недели начал свой губернаторский тур по округу, чтобы в том числе проверить состояние дорог на Ямале. Ну а дальше смотрите сами. Со мной в машине за рулем губернатор Ямала Дмитрий Андреевич Артюхов. Не спать, друзья мои. Спасибо за позитив автору ролика и, конечно, вам, Дмитрий Андреевич. У нас все к этому часу. Сейчас в эфире программа «Патруль». Гумар Халдаров расскажет, что стоили новоуренгойцы разговоры с якобы прокурором. Хороших вам новостей, ярких и позитивных. А устанете ждать следующий выпуск? Заходите на НУР-24. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова